Это я, опять Валерия Железова Сергеевна. Ты когда будешь говорить наоборот, Железова Сергеевна? Железова Сергеевна Валерия. Ну все, годится. Так, что мы здесь делаем? Что это за питомник? Это питомник Железова. Так, надо говорить мамы, папы и... Кто садовод номер один в Сибири? Мой папа. Ой, вы и мой папа. Ну хорошо, ладно. Тогда кто садовод номер два? Моя мама. Твоя мама. Познакомишь? Да. Ну пошли. Кстати, потом, вон они это, мы прошли, начинают сыпаться. Ой, ё-моё. Фаины какие. Жалко еще свет, такие, что их еще плохо видно. Ладно. Мы еще удивим народ. А это знаешь, что такое? Да. Это лещина. Ты любишь эти кушать? Орехи. Орехи. Да, люблю. Ну и все тогда, твой папа любит их выращивать. Кстати, можно вас в интервью взять, уважаемая Татьяна Железова? Не, не, не. Не сейчас. Так, ну что делать будем? А твоя дочка не заработает 100 рублей за это? Нет. Я в паракон. А мы можем смотреть, чем ты занимаешься? Не, не, не. Ну что, пролетаем? Есть только и сегодня, но попозже. Так, тогда просто скажи, лещину продавали, продали? Там осталось и штучки 3-4. Ну то есть берут? Да, берут. Ну ладно, все, пойдем. Надо проще сказать, твоя мама немножко стесняется. Ей бы бальное платье в ресторан так нет, вот с утра до вечера он горбатится. Зачем мы пришли сюда? Давай смотреть. Вот. Это все саженцы. А какие саженцы? Приви. Приви. Вот, кстати, набивай глаз. Смотри, как выглядят привитые саженцы. Просто вот смотри. Они выглядят культурными. Смотри внимательно. Они абсолютно здоровы. Ты не найдешь ни одного больного. Вот я поднимаюсь, смотри, туда. Ни одного больного. Ни одного больного. Ни одного больного. А их тут, наверное, не одна тысяча уже. А теперь давай смотреть непривитые. Это вы будете прививать годом позже. Смотри внимательно. Посмотрите, с какой густотой они растут. Это саженцы и косточки, взятые от манжурского абрикоса. Ну, давай, чтобы все-таки 100 рублей тебе заработать, как это, хозяйки. Покажи людям, найди здесь что-нибудь. Это фаина. Найди здесь плод. Вон тут вот поищи. Я вчера тут умудрил все собрать. А фаина есть особое свойство. Часть перезревает, а часть не дозревает. Ну, это, конечно, не впечатлишь. Многою назад, назад, назад. Не обижай. Это их работа. Так. Найди получше, вон там. Тоже увидела, что там муравьи? На место. А давай посмотрим. Тут чистая косточка. Тут только один муравей. Только один. Вон их. Раз, два, три. Ну-ка, на место. Косточку с тобой. Это самое ценное косточка. Это фаина. Да, я в карман положу. Даже чуть не сказал за щеку. Ну-ка, вон тот подними. Надо крупный. Да. Ну, тут видно муравьев. Ну, тогда ложи, жалко их. Да нам быть посвежее. А то я вчера некогда было с фаиной разобраться. Ладно. Тут еще много. Давай тогда это. Они обычно в тени медленнее созревают. Ну, пойдем королевским угостим. Да-да. Кстати, вот еще одна фаина. И вот что интересно. У них таких разброс качеств. Ай, твердая. А где-то я видел. А вон их. Вот, вот королевский. Давай. Последний. Подымай. Знай наших. Ну, они, конечно, поменьше. Вот. Я хочу, чтобы ты попробовала. Побрезгаешь, нет? Ой, барабьев штук 20 сразу. Смотри. Сегодня наши. Костяку забрал. Извините, ребята. Обойдетесь. Вот. Наш, наш. Сегодня нормальный день. Сегодня днежарка. Да все, бесполезно. Там муравьи будут. Ну, значит, тут все в муравьях. Так вот. Показываю. Ну, давай вот сюда. Что я делаю? Я настолько уважаю своих друзей, помощников, что я делаю так. Смотри. Вот. Сажусь. Каждый день хожу. Они сыпятся, сыпятся. Вот. Видите, это я в карман кладу. Сыпятся, сыпятся. Что я делаю? Я беру вот так. Вот. Вот так. Смотрите, что тут творится. Конечно, я немножко нарушаю их пиршество. Вон их сколько. Смотрите. Полмуравейника уже тут. Косточка мне. Остается на месте. Вот. И никаких уборок под деревом. Никаких граблей. Вот. Глупость неимоверная. Вот. Защитники сытые будут. Значит, никакие гусеницы. Никакие листовертки. Ни хоккея продажерки. Никто не вредит. Почему вот этот торчит? Ну-ка выдерни вот тут. Где? Ну, тут непорядок. Это клубника. Клубника. А это что? Вот это. Это грязь. Дергай. Только осторожно клубнику выдернешь. Да. Осторожненько выдергивай. Ну, не знаю как. Ага, взяла, отломала. Смотри. Ишь. Вот. Ну, как это вкусно пахнет. Так. Ну, так клубника же. Так, все, поухаживали за грязкой? Да. Пойдемте мы ходим на мелбу. Это моя любимая яда. Мелбы пошли. Ты уже разбираешься в сортах? Да. Так, кажется, я нашел себе смену. Ага. Такое чувство, что ты меня к розмарин ведешь. Ты меня ведешь к розмарин. А я забыла где. А, забыла где. А что толку? Это розмарин. Она попала под заморозки. Вон, яблоки есть, но мало. Ну, и где твоя мелба? Ну, и где твоя мелба? К нам приезжали клиенты, и они пробовали. Нашу мелбу, и им очень понравилось. Ага, понятно. Так. Давай так. Когда созреет ярко, краснояблоки, я хочу специально, чтобы ты привела. Не я, а ты. Аккуратно. Это мы ходили, знаете, почем? Это мы ходили по бывшему питомнику, который медленно превращается в маточный сад. Вот он. Эти деревья остались навсегда. Посмотрите, сколько веточек. И на продажу хватит, и на то, чтобы Сергею привить, привить, привить. И так вот все протирала я. Что бы тут было? Протирала? Так ты, оказывается, уже тут свой человек. Так, ну что, где-то еще посмотреть, и... Ой, слушай. Кажется, ты меня разоришь. Смотри, что будет через несколько дней. А то все зеленое, зеленое. Гляди сюда. Ты знаешь, сколько тут ведер? Не знаю, наверное, где-то штук 20. Нет, 20 не будет, но 10 точно будет. В этом году они очень мелкие. И уже начинают желтеть. Ну, вот. Это особое дерево, запоминай. Через год-два мы выпиливаем. Он полностью постарел. Дерево под названием Манчурис Патриарх. Это его папа. И одновременно мама. Вот. А вот это с косточки выросло. Превратилось... Давай с этой стороны глянем. Превратилось в огромное дерево. Вот в это вот. Хорошо, еще бы. Вот. Превратилось... Еще надо отойти подальше. Превратилось в огромное дерево. Вот такое вот. И это называется Сын Патриарха. Особое... У него свое название. Уже в Скорнецовке. Своё, как сказать, личное. Уже не просто Сын Манчуриса номер такой-то. Нет. Это Сын Манчуриса Патриарха. Нет, не так. Сын Патриарха Манчуриса. Вот оно. Это будущее и гордость. Потому что Та сорок лет послужила. А этому всего лет пятнадцать. Так. И, наконец, Чтобы нам Людям Это Показать, Что ты будешь делать. Попробуй-ка это. Королевский абрикос. Очень старый. Очень заслужен. Показать.